Подобные форумы – Одинцовская традиция, отражающая соработничество церкви и образования. Собравшихся приветствовал руководитель отдела религиозного образования и кахетизации Московской епархии епископ Константин Островский и начальник управления образования Одинцовского района. Известно, что актуальная задача образования является духовно-предственным воспитанием. У нас, как правило, замы директора по учебно-воспитательной работе. Но в основном, мы всегда говорим, что, наверное, когда бы нет слабо-предственной работе, это замы по воспитательной учебной работе. Вот это надо будет правило. Сотрудничеству на НИВе духовно-нравственного воспитания церкви и школы в нашем районе не один год. В 2011-м оно пролонгировано специальным договором и включает ряд ежегодных мероприятий. Жизнь района немыслима, без рождественских образовательных чтений, Дней славянской культуры и письменности, конкурсов «Рождественская звезда» и «Пасхальный свет и радость», Недели православной книги, открытых уроков и семинаров педагогов по духовно-нравственному воспитанию, конкурса «За нравственный подвиг учителя». В 22 школах района проводятся уроки духовного краеведения, основ православной культуры, курса «Истоки». Центральным событием конференции стало выступление доктора богословия Алексея Ильича Осипова, в коем он размышлял о понятиях духовности и нравственности. Образование без воспитания – это я не знаю, как назвать. Я называю это принципом целостности. Когда просто идет образование, когда просто даем знания, когда не даем твердых основ, твердых основ. Каких твердых основ? Почему я должен быть хорошим? Поддержала коллегу профессора Московского педагогического государственного университета, доктор педагогических наук Татьяна Ивановна Петракова, обратясь к произведению Ивана Шмелева «Лето господне». Духовно-нравственная культура учителя, как основа развития нравственности детей, тема выступления директора Одинцовской школы номер 8 Ольги Николаевны Бояриновой, поделившейся опытом работы в школе с этнокультурным русским компонентом, где в православных классах преподаются основы православной культуры, закон Божий, церковно-славянский язык, а также в школе действует военно-патриотический клуб «Рекрут», где дети постигают азы военного дела, изучают историю России, участвуют в исторических реконструкциях, мероприятиях патриотической направленности. Недавно в нашем районе открылись две православные гимназии святителя Василия Великого в Зайцеве и Светоч при Никольском храме в селе Сидоровское. Опыт этих учебных заведений сегодня перенимается заинтересованными педагогами и родителями. И здесь важны профессиональные и личностные качества учителя, а также конструктивное взаимодействие педагогов и священнослужителей. Остается следующая задача – все-таки поиска вот этого поля совместной деятельности. И слава Богу, можно сказать, что все-таки хотя бы на уровне заявлений мы признаем, что все-таки у нас единые цели. Сейчас самая сложная проблема, с которой мы сталкиваемся постоянно, это некая апатия, некоторое равнодушие. Недавно в апокалипсисе есть такие слова, которые Господь Бог говорит, «Поскольку ты не холоден и не горяч, изблюю тебя из ус моих». Эта опасность равнодушия к каким проблемам? К самой основной проблеме, мировоззренческой проблеме, она является одним из самых больших препятствий на пути и воцерковления человека, и на пути действительно подлинной педагогики. Я очень рада, что управление образования нашего Одинцовского муниципального района, Одинцовское благочиние, вот именно с этой стороны и подошли. Они подошли со стороны учителя. Учителя, директора, администрации, руководителей образования Одинцовского района, чтобы вот с ними эти вопросы обсуждать, те, которые вопрос поднимались сегодня. А один из основных вопросов, на мой взгляд, сегодня, это возвращение слова образования его первоначального смысла. Проект решения конференции формулирует ключевые направления дальнейшего сотрудничества муниципальной школы Одинцовского благочиния. Среди них повышение квалификации педагогов, реализация программ дополнительного образования, совместные мероприятия по противодействию распространения табакокурения, алкоголизма и наркомании среди подростков, организация мероприятий, связанных с русской православной культурой. Ольга Винтер, Одинцовское благочиние, телекомпания Одинцова.